Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Римляне, послание к римлянам апостола Павла, 11 глава, 26 стих. Довольно известная фраза, она вызывала очень много кривотолков, сомнений, споров. Прочитаю, может быть, немножко раньше, 25-й. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в невидении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что зосточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». Вот они, эти слова. Как написано, «Придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Что значит «весь Израиль спасется»? Ну, спасение, конечно же, у Павла понимается как избавление от греха, смерти, от виновности пред Богом. И, кстати, сразу можно обратить внимание, что русский перевод синодальный, я его читал, не очень точен. Здесь сказана вот эта фраза «пас Исраиль сотесетай». Сотесетай – это пассивная форма, не спасет себя сам, а будет спасен, что довольно важно, потому что спасется, ну, сам человек предпринимает усилия, он спасается, допустим, от пожара, да, там бежит в безопасное место. Но он бывает спасен, если кто-то его спасает, значит, весь Израиль будет спасен. И дальше начинаются споры. Серьезно очень спорят богословы, что это значит. Одни говорят, все израильтяне, все иудеи станут христианами. Да, но Павел мог это написать. И весь Израиль обратится ко Христу. Прекрасно. Это его мечта. Это вот просто то, лучше, чего он и придумать бы не мог. Он об этом долго и подробно рассказывает, начиная с девятой главы послания к кремлинам. Так не сказал. А другие говорят, ну, нет, своя роль у каждого народа. Это учение, кстати, популярное среди североамериканских протестантов – диспенсоциализм. То есть диспеншен – это распределение, когда каждому, как из диспенсера такой машины, наливается там стаканчик кофе, я не знаю, или что-то еще. Господь наделяет благодатью разные народы, разные общины. И вот своя благодать у Израиля, своя благодать у христианских общин. Дальше можно говорить, что своя там у православных, своя у баптистов Южных Штатов, своя там у кого-нибудь еще. И что Господь таким образом каждого приводит каким-то своим путем к спасению. Это Павел хотел сказать, что весь Израиль спасется, невзирая на его отношение к Иисусу Христу. Да, вот это неважно, веришь, не веришь, спасешься. Слушайте, ну, Павел точно бы с этим не согласился. Вот явно не его богословие, он долго и подробно в послании к кремлинам и везде говорит только верой, только во Христа. А как? А как спасется Израиль? Апостол Павел, пожалуйста, проясните нам, мы в недоумении. Не проясняет. Знаете, во-первых, психологически очень понятна эта его позиция. Он израильтянин, и он не отказывается от своей национальности, от своей веры предков. Он не отказывается, став христианином, он не перестал быть иудеем, потому что для него христианство – это наивысшее, наиболее полное воплощение веры Израиля в своего мессию. И он иногда говорит, я потомок Авраама, я иудей, я фарисей даже, говорит он, потому что в своей жизни до обращения он следовал именно фарисейскому учению. Ну, а в каком-то смысле однажды фарисеи, всегда фарисеи, то есть какие-то образцы поведения, мышления, они уже проникают в сознание, в практику жизни человека. И поэтому ему крайне важно, чтобы спасся именно Израиль. Не много евреев, но они станут христианами, замечательно всё, да, так часто рассуждают, и эти стихи так часто понимают. Не, допустим, ну, те из евреев, которые будут исполнять Моисеев закон. Павел, конечно, говорит, спасение не от исполнения закона. Ну, вдруг, ну, для них исключение, ну, в порядке, так скажем, снисхождения, да, вот за это их спасут. Многие тоже так утверждают, что, ну, смотрят, допустим, на праведников в иудаизме, да и в исламе, почему нет, в буддизме, где угодно есть свои праведники, и говорят. Но они, конечно, во Христа не верят, что поделать. Но какой праведной жизнью живут, неужели Господь их отвергнет? Ведь они творят его волю, может быть, по-другому молятся, может быть, другими словами всё это называют, но творят его волю. Вот в виде исключения их спасёт, наверное, тоже. И этого Павел не говорит. Но весь Израиль, а это общность, это народ, это язык ещё Ветхого Завета, где из Египта выходит весь Израиль. А может, кто-то остался. А может быть, кто-то сказал, да ну, куда это нам идти, через пустыню, ничего там непонятного, у меня тут домик, садик, жена, дети. Видите, вроде и фараон у нас ничего выдался, бывало и похуже, да, останусь тут. Часто люди так размышляют. Но тогда он перестал быть Израилем. Из Египта вышел весь народ, ещё не народ, ещё толпа рабов, освобождающихся народом. Он станет как раз в пустыне, приняв закон Моисеев. Но с этого момента он единый народ. И Павел говорит, да, весь этот народ будет спасён. Каким образом хотел бы я знать? Я не знаю. Павел не знает. И мне кажется, очень хорошо, когда человек не утверждает то, чего он не знает. Но он говорит, Божье обетование непреложное. Божья любовь к Израилю, к отдельному человеку и к целому народу непреложна, не подлежит сомнению. Значит, Бог что-нибудь придумает. И более того, с чего же мы начинали? Ожесточение произошло от части до времени. Я в своём переводе ещё прочитаю. Братья, я хочу раскрыть вам эту тайну, чтобы у вас не было повода для гордости. Часть израильтян ожесточилась только на время. А когда к народу Божьему присоединится полное число язычников, тогда и весь Израиль будет спасён. То есть нынешнее неверие части израильтян, оно как бы даёт возможность войти в церковь язычникам. Ну, чтобы они не чувствовали, что уж там, ну, совсем всё исключительно по-еврейски, и места для какого-нибудь бедного галата, ну, нету. Ну, куда ему, да, там все евреи? Нет, не все. И в каком-то смысле даже это временное отпадение, оно служит целью спасения человечества. И, может быть, Павел здесь как раз говорит о том, что и в Ветхом Завете мы постоянно читаем. Израиль – избранный народ, придёт от сё на избавитель, говорит он, да, цитирует слова пророчества. И о чём же это? Ну, разумеется, эти слова из пророка Исаии, и они даже составлены из разных мест, 27-я, 59-я глава, они про то, что Израиль играет какую-то особенную роль в спасении человечества. Не просто он передал, допустим, книги, писания, родился Иисусу, еврейской матери, но сам Израиль как единица, как общность играет некую особую роль в истории спасения человечества, а значит, и сам будет спасён, значит, он не сможет остаться где-то на периферии. А как вот это знает Бог, Павел только предчувствует, а Павел только старается исполнить свою роль во всём этом, и вовсе не отвечает на популярные у нас вопросы, досужие вопросы. А кто спасётся, а кто не спасётся, а кого там в раю можно встретить будет, а кого туда не пустят, да не знаем мы. Но вот уверенность в этом ему, наверное, придаёт прежде всего его любовь к своему собственному народу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok